На самом деле мы очень вовремя такую инициативу поддержали, она была двусторонней, как вы знаете, и Русская Православная Церковь выступила инициаторами, и Московская Консерватория, конечно, всегда была готова откликнуться. Поэтому мы встречаемся в очередной раз и с большими, можно сказать, уже достижениями. Но что является особенностью нашей конференции? Это день, в который мы ее проводим. А этот сегодняшний день – это 40 дней со дня ухода из земной жизни отца Михаила Фортуната. Вот так уж получилось, и на самом деле можно сказать, что конференция тем самым посвящается его светлой памяти, а светлая память уже вписана в историю Консерватории не только его неоднократным участием в ее жизни, его приездами, его лекциями, а и тем, что он при жизни успел передать свой ценнейший архив. И вот несколько лет назад при помощи Министерства иностранных дел, где почты, мы частями получали его архив, который сегодня уже обработан, сегодня он хранится в Московской Консерватории, является, конечно, ценнейшим материалом для научных исследований. Так что вот это хотелось подчеркнуть изначально, потому что действительно в этом заключается, в общем, то, что никогда не изгладится из памяти, но всегда останется нашим очень дорогим воспоминанием. У нас проводятся немало конференций, посвященные духовной тематике, и церковной музыке, и духовной культуре. И это не только Великопостный фестиваль, но и рождественские чтения. Также в рамках конференции, ежегодной конференции музыки, философии и культуры такие темы затрагиваются, и во многих других случаях. Дело в том, что Василий Металлов, это был один из таких выдающихся ученых. В советское время по понятным причинам не афишировалась эта деятельность, поскольку, ну, и священник, и занимался церковной музыкой, естественно. Но нельзя не вспомнить, что вот как раз именно эта деятельность, изучение старинной русской церковной музыки, это было одно из специфических направлений Московской консерватории. С самого начала ее основания. Еще князь Адоевский это провозгласил, вот изучение фольклора и русской церковной музыки. И как раз Василий Металлов, он явил собой замечательный пример единства священческого служения и научной деятельности. Для той эпохи это было достаточно характерно, достаточно вспомнить отца Павла Флоренского. А Василий Металлов действительно был один из выдающихся ученых, которые оставили свой, сказали, какое-то ведущее слово в этом направлении. И что самое важное, он продолжил, сумел продолжить свою деятельность после революции 1917 года. Он некоторое время работал в Гахне, сотрудничал, и таким образом эта деятельность продолжилась. Мы в этом году празднуем 160-летие со дня рождения Металлова. И родился он 1 марта 1862 года, а ушел из жизни в 1926 году. И вот начиная с 1901 года, он работал, весь этот период, он работал на кафедре теории и истории церковной музыки. И преподавал как раз церковное дело и историю церковной музыки на этой кафедре, вот, вы считаете, 26 лет. Он был действительно основоположник очень многих направлений, которые потом сложились уже в 20 веке, изучались и сегодня изучаются в медиавистике, в русской церковной музыке. Он был основоположник, он создал труды, которые легли в основу всех последующих, так сказать, научных изысканий. Я хотела подчеркнуть роль центра нашего центра, научного творчества, центра церковной музыки, который возглавляет доцент нашей кафедры Наталья Варенина Гурьева. Научная деятельность центра тоже очень активно развивается, каждый год проводятся конференции. Вот сегодняшняя конференция традиционно в рамках Великопостного фестиваля. Продолжение следует...